Так, ну все. Моя дочка проснулась, можно говорить громче. Как меня слышно, поставьте еще раз, пожалуйста, плюсики. Чит мало, Михаил. И все, брата вы. Чит мало людей написали. Пишите, пожалуйста, все вчерашние свои успехи. Меня хорошо слышно? Ага, плюсики пошли, отлично. Пишите, пишите, что вчера было хорошего. Не буду продолжать, пока не напишите. Надо научиться хвалиться и видеть хорошее в своих действиях. Даже если что-то было маленькое такое, как кажется, для вас незначительное, все равно напишите. Вы что-то, может быть, сделали такое, что долго-долго откладывали. А вчера взяли и сделали. Это будет ваша маленькая победа, это же хорошо. Пишите. Вот, Галя сделала слайды на вебинар. Отвечала на акт. Видите, супер. А мне вчера один мой партнер похвалился. Она в чате не стала писать, в общем. А мне написала, что наконец-то пошли отклики. Говорит, регистрации пока нет, но у меня хотя бы переписки идут. И она такая довольная собой была. Это шо, Дик. Она, я ей говорю, напиши в чате. Она говорит, ну у меня же пока нет регистрации. Но вы видите, уже отклики пошли. Уже не просто так лайкает, да, фотки, что-то делает, а уже общает с будущими кандидатами, с конкретными кандидатами. То есть делать с большим терпением и во времени. Так что давайте тогда продолжим. Не хотите больше писать? Да, здорово, я тоже так за нее рада. Ну вот сегодняшнюю планерку хотела бы поговорить немножко о секретах успеха. В чем секрет успеха на самом деле? Помните мультик про фангу? А секрета никакого нет, секретного ингредиента-то нет. Все дело на самом деле в нас самих. Что нужно для того, чтобы быть успешным? Да? А нужно начать с позитива. Самое главное, во всем видеть плюсы. Почему я начала, да, планерку, спросила, вспомните, что хорошего вчера было? Потому что именно я хорошее, и видя, когда вы учитесь видеть только хорошие свои действия, вы настраиваетесь на позитив. Своё внутреннее я, свои мышления, свои мысли приводите в порядок. Позитив, он всегда рулит, как говорится, да? Что нужно еще? Конечно же, нужно верить, нужно очень желать того, что вы хотите. Причин для неудач много, да? И многие люди, многие неудачи у людей в том, что они как раз не имеют достаточного желания. И это действительно так. Я долго, да, для многих не секрет, что я в проекте давно, и тоже было какое-то время, что у меня не было результата. И я не могла понять, почему. А потом мне попалась на глаза книжка одна, очень интересная, которая называется «Думайте богатеть! Наполеон Хилл». Вы знаете, рекомендую ее каждому прочитать, потому что это очень хорошая, позитивная книга. Там очень много пишется про позитивное мышление. И еще там пишется про то, что, во что мы верим, то есть бывает. Ребят, вот если бы Суво, кто? В Кутузов, да, когда французы напали, не верил бы в победу в Новородинском сражении, когда французовская армия подходила численностью, да, вот тоже, например, от книги, он просто поверил и сделал. И наша задача, ну, как тоже здесь, может быть, перед нами поле, много людей, и наша задача поверить в нас самих, что мы можем найти наших ключевых партнеров, что мы можем достичь высоких результатов в нашей работе. Главное верить и думать не о том, что у нас на данный момент не получается, да. Вот я еще, прочитав эту книгу, я поняла, в чем моя беда. Дело было в том, что я не думала о том, чего я хочу достичь в будущем. Я думала о том, о настоящем. Почему у меня не получается? У меня было много мыслей по поводу того, что у меня не получается, понимаете, что люди ко мне не идут, что я что-то делаю не так. Я много думала о том, что я не делаю, а не о том, что должна делать в будущем, понимаете. Когда вы это поймете тоже, и поменяете, будете думать в будущем, что если я это сделаю, не о том, что если я это не сделаю, то у меня не получится, а наоборот, о том, что если я сделаю, то я буду получать такую-то зарплату. И тогда у вас намного все по-другому будет строиться в вашей жизни вообще в целом, не только в проекте. Да, флокус держать нужно именно на том, чего вы хотите больше всего. И, конечно же, для того, чтобы достичь этого чего-то большого, да, светлого, нужно составить план действия. Не зря нам наш любимый лидер Лили Донского с Мишей всегда говорят, ребята, вы запланировали каталог, а вы запланировали месяц, а вы запланировали, когда вы откроете свой результат. На самом деле, если вы не запланируете, то вы не будете, это знаете, вот как выйти в море и не держать, не взять курс. Вы будете плавать, тихонечко, тихонечко, вы будете плавать в море, да, но не будете знать, куда же вы плывете, пока у вас не будет конкретного плана действия, вашего маршрутной карты, чтобы знать, к чему вы пойдете, что вы сделаете остановку здесь, на 12%, затем вы сделаете там остановку, да, на 15%, затем вы, да, что главная цель, это 22%, ребят, это нужно обязательно все видеть, прописать, очень хотеть, желать и верить в это с позитивом. Проявляйте упорство. Еще ни один человек, ни один миллионер не стал, скажем так, да, ни один человек не стал миллионером мгновенно. Нет таких, да, Танечка, пожалуйста, кормит меня. Тихо. Поэтому нужно проявлять упорство. Чтобы чего-то добиться, нужно упорно к этому идти. Тихо. Вот она сидит, моя помощница. Проявляйте упорство. Да, ну, на самом деле, мгновенно, это единичные люди, которые в лотерейку выигрывают, да, вот я начала говорить про лотерею. Ну, и то, чтобы выиграть лотерею, надо сидеть, ждать года, месяца, да. Много-много лет на это уйдет, и не факт, что вы выиграете в эту лотерею и раз и разбогатеете. Нет, такое бывает очень-очень редко, один на миллион в случае. Поэтому давайте не будем ждать судьбу, как говорится, возьмем в свою судьбу свои руки, проявим упорство, составим план действий и будем идти к своей цели. Далее. Ну, и также, да, как достичь истинного успеха? Ну, конечно же, нужно начать с самих себя. Задайте себе вопросы. Почему это так? Почему вы это хотите? Почему хотите именно это сделать? А почему я должна это сделать? И почему это не прямо сейчас надо сделать? То есть, когда вы ответите на эти вопросы сами для себя, это зададите их самим себе, и когда получите четкое понимание в голове, зачем вы это делаете, почему вы хотите это сделать, да, там, чтобы квартиру купить, выйти на уровень золотого директора, чтобы квартиру купить, кредиты погасить, иплотеку закрыть. То есть, понимаете, у нас, я думаю, много каждого желания своих, и нужно вот мечтать именно об этом. И знать четко, для чего вы это делаете. Мечтайте о великом, ребят, потому что, как говорится, да, сельсию в Луну, забор перепрыгнешь, так и у нас. Сставьте большие цели, мечтайте об этом. И маленькие вот эти наши уровни, они будут незаметно проходить, когда вы хотите дотеть большего. То есть, не будет такого, что вы поставили цель 15%, и не получается до него дойти сразу, да, и начинается какой-то вот в голове такой тишече, у меня же таракан начинает ползать, думать, да что ж такое, на 15% выйти не могу. Есть такие люди, да, которые так начинают думать. А если вы будете знать, что ваша цель – две команды, то вы будете знать, что это 15% – ерунда, что это промежуточный уровень, скажем так, через который вы пройдете. Ваша маленькая остановочка здесь, чтобы вы набрались опыта на этом этапе. И будете продолжать. Мечтайте о великом, и вы будете возвышаться. Ваше видение и будущее – это то, кем вы станете. И, конечно же, вот тут такой совет – не разбрасывайся, да. Превыше всего, будь целеустремлен, поставь перед собой великую цель, и посвятий себя целиком этой цели. То есть не надо, как бы, обращать, конечно, внимание на то, что рядом с вами происходит, но фиксируйте фокус, ставьте именно на великой цели. Ой, Кристина, я так рада, в Инстаграме уже два отклика. Представляете? Вот кто не верит, что работает система? Все работает. Нужно просто сидеть и делать, да. Правильно говорю? Нужно просто набраться терпения и делать. Ну, и я думаю, здесь такие маленькие мотивашки на сегодня. Я и знаю, что вы их все видите, да, что вы все про них знаете, но сегодня я вам хочу сказать, что успех – это сумма маленьких достижений, маленьких действий, которые повторяются каждый день. Нужно просто сделать систему работы, настроить эту систему работу и каждый день повторять, каждый день эти, одни и те же действия делать, понимаете? И мир меняется, читайте, потому что после каждой книжки, которую вы прочтете, ваш мир изменится, ваше мировоззрение изменится. После фильма, фильмы смотрите вот такие вот именно мотивирующие, да, например, секрет. Все видели этот секрет? Посмотрите, там… Да, да, не прелесть. Там вот говорится о том, что когда вы представьте, что ваши мысли, которые вы думаете, да, на небе высвечиваются огромными буквами, все про них зли, и все их видят, и все их могут прочитать. Представляете? Когда вы думаете что-то в негативном, представьте, что вот все видят, все из город, вся страна видит ваши мысли, и вам немножко, возможно, перезахочется думать плохо, и вы начнете думать только позитиве. И, конечно же, не бойтесь быть первым, не бойтесь. Да, всем, кто не смотрел, посмотрите. Не бойтесь быть первыми во своем деле. Да, вот я это особенно обращаюсь к тем, кто к нам присоединился. Возможно, вы станете первыми среди друзей, своих знакомых, которые пришли в этот бизнес, в наш бизнес. Но вы пришли для того, чтобы сделать свою жизнь лучше, поэтому не бойтесь показать своим друзьям, своим знакомым, как здесь замечательно, что на самом деле, поработав 5-6 месяцев, усердно поработав, вы создадите себе поистине пассивный доход. Да, и вы будете первым, кто откроет на это глаза своим друзьям. Дерзайте, ребят. Ну, а сейчас пишите планы. Планы мы сегодня напишем на сегодня, на день. Для себя обязательно составьте план на неделю, на месяц. Пропишите свой год, что вы хотите получить в течение этого года, что вы хотите купить, куда сходить. Поставляйте списки. Список – это гениальная вещь. И постепенно вычеркивайте оттуда то, что вы уже сделали. Пополняйте его новым. Поставьте список книг, которых вы хотите прочитать в течение года. Попалась вам интересная книга. И чтобы не потерять раз, записали. И вы уже не будете думать, какую книгу мне найти, вы искать следующую. У вас уже будет список, и вы знаете, что по этому списку я буду читать именно эту книгу, а не какую-то другую. Затем, конечно же, пропланируйте примерно свою жизнь, что вы хотите, какие у вас ваши генеральные планы, глобальные цели. Поставьте себе фокус на том, что вы будете делать, чтобы ваш мозг, это же как наш маленький компьютер, ушел к определенной цели, а не плавал в океане интернета. Ну и пока вы пишете, я вас оповещу по акту, который проходит в этом каталоге. Танюш, сядь, сядь. Конечно же, помните, что юнгарский каталог компания сделала нам вообще гениальный подарок. В этом каталоге у нас более чем на 50 продуктов скидка идет 50%. Затем более 100 предложений до 300 рублей товара, да, и есть скидки до 75%. Внимательно смотрите каталоги. Вообще очень много хороших продуктов, которые можно именно сейчас приобрести по большим скидкам. То есть январь это действительно сумасшедший месяц сумасшедших скидок. Желаю всем успеть. далее слайды съехали. У нас продолжается идти программа по приглашению «Твои настоящие мечты». Все знают про эту программу? То есть что нужно сделать? Мы приглашаем новичков, регистрируем. Наши новички делают заказ в течение 100, да, в течение 21 дня на 100 баллов. это будут ваши спонсорские баллы, они будут накапываться. Вам нужно в этом же каталоге сделать пдф, хорошо ли, будем загружать. Нужно будет приглашать людей и в дальнейшем, когда до второго каталога, во втором каталоге можно, в третьем и четвертом каталоге можно уже будет обменять эти спонсорские баллы на различные аксессуары, технику и так далее. Посмотрите эту акцию, я на ней подробно останавливаться не буду, просто напоминаю, что она идет, и что есть у вас возможность еще получить ноутбук. Да, там даже вот, Мишу же сделали, да, на ноутбук, круто. Вы можете его тоже каждый сделать. Это не директорский план, это для каждого клиента, клиента, для каждого консультанта реальная возможность. Поэтому, кому нужно, пожалуйста, обращайтесь к спонсорам, они вам расскажут, как это сделать. Напоминаю, что идет акция выгодов в Кубе, и все, кто сделал заказы в прошлом каталоге, в 16-17, не забудьте сделать заказы в этом каталоге, и вы сможете приобрести один из этих замечательных наборов всего за 199 рублей. Стоимость каждого набора гораздо более 200 рублей, свыше тысячи, наверное, да, смотрите, какие шикарные, и полетайте в каталогах, посмотрите. И, приобретайте с удовольствием. Продукты шикарные. Хочу напомнить, что кто не пользуется еще Велносом, посмотрите и получайте подарки также от компании Велнос. То есть, вы оформляете подписку, приобретаете три продукта, то есть, вам даже взбивать не надо, они автоматически будут добавляться в ваш заказ, и каждый четвертый продукт вы получаете абсолютно бесплатно в подарок в следующем каталоге. Ребята, это так здорово, я постоянно на подписке детские витамины держу. И у нас с удовольствием и Саша, и Таня, все с удовольствием пьют, они очень вкусные, и коктейли можно так же представить, коктейли, они, конечно же, дорогие, если так брать, но если какие подарки нам компании дарят, шикарные, все для нашего здоровья. и чтобы вы знали подробнее, что такое wellness, хочу напомнить, что вот сегодня уже в 11 часов будет планерка, это наш филиал устраивает такие вот тренинги продвижения wellness в моей команде, то есть там, скорее всего, будет рассказываться о том, что такое wellness и как его предлагать, как его команде продвигать. Вот такие вот семинары по wellness, которые надо будет посетить нам с вами, потому что wellness это вообще здорово. Если мы научимся продвигать по своей команде wellness, это будет супер здоровая команда, супер. Ну, я подхожу уже к завершению своей планерки. Хочу вам сказать всем, что на самом деле мы сами себе придумываем все проблемы, мы сами себе ставим все преграды, все преграды, все комплексы, рамки какие-то, когда мы говорим я это не смогу сделать. На самом деле это вы сами себе поставили вот такое ограничение, что это вы не можете. А наш мозг, он может все. Освободите себя от своих рамок, вдохните жизнь свою в полную грудь, и поймите, что все мы изначально родились гениями, понимаете, а все преграды установили нам наше окружение, что-то родители, что-то общество какие-то рамки поставило, но мы все рождены изначально свободными, и мы рождены все гениями. Давайте развивать свой мозг, свое внутреннее я, и будем делать больше того, что мы можем. И хочу каждого вас спросить, вы еще бездействуете? А красиво жить хотите? Ставьте плюсики, кто хочет жить красиво. А дорого одеваться и отдыхать хотите? я хочу. А зарабатывать хотите на машину? Кто квартиру хочет? Даже если есть еще, квартир никогда мало не бывает, да? Еще один вид пассивного дохода. Ребят, ну все в наших руках. Мы все это можем сами себе сделать. Работайте. В чем секрет успеха? А секрет это просто нужно просто работать. Каждый день делать одни и те же действия. Все, вперед, заработаю. Была рада всех вас сегодня увидеть. Спасибо вам за общение.